друзья всем привет на рябушку вот за рябушку спра ну говорят то ставлю туда-сюда я вам скажу есть становится все хуже и хуже у нее передний лапы лапа то нормально старается хуже и хуже даже конечность меняется она уже еле подымается то есть я пью оставил бы мне она просто нам учиться реально вот сколько горох у нее лежит не этот это чтоб я принес а так чтоб только есть а кто-то мне написал оставил у себя жить она и меня переживет они живут от семидесяти до ста лет и говорят что взрослый страус съедает в день его 200 корма ну судя по моему гороху то на кастрюлю эту белую за день съедает килограмм пять и не пучит не чудо рябушка а морда ты для бушка поэтому друзья я поставлю но она реально мучает она есть что подняться вот на но и надо ну большие усилия приложить она даже передвигается там с трудом еле-еле не он видите разные ноги покрутила но еще плюс запухла он у нее сама папа то что ты за камеру еще она же любопытная за все может клюнуть ухватить да вот это тоже на перчатку смотрит клюнуть была у меня ситуация с рябушкой зашел я когда были морозы думаю поменяю ей воду она меня в этом дальнем углу зажала а сама стала на дверях чтоб я не вышел и мысли у меня были и так она дулась а вся именно перья надувалась такая здоровая стала и шипит на меня я думал все уже ну мы со страусом в клетке два на три один на один ну давай кто его знает что думать вот она пошипела пошипела на меня и отошла и а то вышел а так вообще ну кто его значит у нее вот у маленьким бабушки до рябушка на все и еще что я заметил вот я хожу к ней все время в желтой рабочей куртке она узнает меня а если я приду в там серый в черном и другого цвета все она шипит надувается и думает ну посторонний другой человек вот за камеру же это ей надо видит думаешь от страус тоже глазок рябушка как щипать тебя будет опере они вырвешь вот видите она еле-еле при передвигается вот сейчас смотрите она попробует идти ей тяжело она вот на вот эту ногу она еле-еле наступает я поставил бы она мне не мешает ну то есть не ну просто у нас ну сама по себе птица мучиться мне что и продали потому что ну с нее уже дело не будет и продали на мясо тоже мне все пишут ну что то стал такая карта хорошая рябушка ну да рябушка хорошая она там поворачивайся я крышка ей тут еще выровняться она не может но не то что ее гнут как угодно поэтому на 20 число андрюха и записал рябушку как бы грустно не было ну это животные или птицы или утка он собирает дорог поела у меня чуть-чуть и собирает и вот это я и в миске приношу вот у белой большой кастрюле она переворачивает лапы и и так ходит собирает воды вообще мало пьет то есть в день может там несколько глотков всего и ей хватает на день и узнает только по цвету то есть они различают цвет это насколько я понял но потом и кто знает как ее скубать ну каким образом ее штатик не вкинешь запарить кипятком как гуся то есть пишите свои предложения в комменты также я вам сейчас покажу своих петренов какие они стали я уже две недели не показывал покажу кантеров и покажу кто выжил из грушиного выводка ну и так дальше пойдем качков покажу сейчас это я вами ну недели две наверно не показывал до 10 это этим поросятам у нас так 18 18 сентября не опороз был 18 октября 18 ноября вот скоро будет три месяца вот обезьянка у нас все живы здоровы все без происшествий и мешаю форм с добавкой водовага бмвд водовага и записываю есть тут экземпляры запустим короткие но чуть короче но такие ну сильно как бы впитанные а есть одна единственная эта свинка что я хочу ее оставить длинная длинная но не такая дутая как эти все напишите в комментариях кто знает этих поросят какие были вот буквально две недели назад и как я сейчас тогда когда я взвешивал там у них было 22 25 килограмм но сейчас уже не реально не подниму ни одну вот эту свинку я оставлю хорошая все длинная мне начинается длина и и она похожа на свою маму клубнику корм у них есть постоянный слежу чтоб постоянно был корм и все записываю мне интересно когда они там будут килограмм 120 140 посчитать сколько ушло на них всего корма готового только не съели ну я скажу я уже удивлен что небольшой идет расход корма ну а там посмотрим она пока еще рано о чем-то судить до конца до корме и узнаем хорошие таки мне самому не нравится эти поместь украина от моего хряка хорошая порощата и сама спинка хороша фьюра киевская генетика и плюс моим хряком на результаты такие результаты я вам скажу не знаю как на камеру ну живую смотрю результаты колоссальные так что вот так сейчас других покажу грушины а это вот скачками которые поместье тренд у них разница в шесть дней это грушины поросята это все что остались 12 штук после болезни там по переболел хорошие дети веселые все нормально с ними едят все отлично да вот уже вот уже видите насколько не меньше но не были на диете сидели я их сильно не перекармливал потому что появился что вообще все уйдут но слава богу хоть вот эти шесть штук осталось их тоже надо будет переводить уже корм у них тоже постоянно есть я им уже гровер мешает а стартов не грубо говоря и не было я начал давать им старт я так понял у них была отечка и поэтому перестал давать вообще то диета то 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 все и вот это не отстали на только не пасим больше чем половину меньше вот я тренд разница в шесть дней грубо говоря они должны быть почти такие сам морды морды это все на откорм вот смотрите эти какие и вот шесть дней разница между поросятами эти все нормально нет вы стали нигде не чувствую живы-здорово а там глупо ну варки очка вот и результат вот это у них сама маленькая вот эта свинка были одинаково это стало самой маленькой и покажу вам кнопку какая сейчас кнопка стала копия папа этот вообще маленький на ногах короткий короткий а сам как терминатор вот именно вот этот белый им цепляр вот это на ножках маленький море и за него поелку не могу поднять и не может прыгнуть это обезьянка этот и вот этот терминатор до тубы скаю по него поелку поднять не могу не может прыгнуть тяжелый и вообще у них поелкой проблема если чуть-чуть подниму мы думаем что не так разбивали все начинают не понимают что надо подпрыгнуть чуть-чуть опереться типа ул об это пару штук там понимает начинает опираться передними копытами и пьют этот не может подняться тяжелый финна именно вот этот один из-за него вот эту всю поелку не могу поднять они бывают и разливают так сейчас вроде бы последние дни более-менее нормально но все вот этот у них решало самый сильный вот этот белый главный пока не еле вот он сейчас достает у вверх грубо говоря чуть-чуть подниму все достанут один он не достанет ножки короткие каратунчик сейчас кнопку покажу у нас видите какая погода все во льду грябушка я закрываю в пленку на ночь до мордочка мордушка и сборе они общаются то-то буря позже нее часами стоит она высунет голову на него смотрит а вон на нее наверно подружили горько рябушку знаешь давай на рябушку расскажешь проходили ничего не дали так не этот а перчатки вот это еще любительница хватать красные перчатки но куча желтая на новости два поросенка придавила у нас рыжка вот кантор бункер у них типа такой коры то есть ничего не переделал нормальным хватает сейчас покажу кнопку кнопка кнопка вон кнопка по над стенкой она их догоняет почти ну вот такие этим у нас получается эти у нас папа росту 12 августа 12 сентября месяц октября два месяца ноября 3 и вот и вчера было ровно четыре месяца убираю у них каждый день потому что их много в одной клетке и клетка уже не такая большая кажется как не раньше казалось форма у них хорошие тоже папины это у нас бюрок петра я им каждый день ну подсыпают смотрю заканчивается насыпай потому что пару раз было прозевал не насыпал вовремя и бойня тут такая была меня чуть не сбили с ног это тоже мясные все видно что мясные салоне будут минимально тоже все на откорм а это у нас зараза придавило двух поросят поросят у нас домику там сидят зараза если там суточных двухсуточных а так уже 10 дней взять придавить тоже поросята красивые петрена маленькие ну почти такие только наверно больше петрена и без пятен почтение ну так есть пятнышки но не сильно ну вот вчера ровно четыре месяца было воды нема так что я не пробую надо делать а то она подтекает он кнопа наша подтягивается надо гоняет ну как не догоняет догнать конечно я думаю не ну не отстает так сильно то есть тоже более-менее на но по кнопочка давай кнопочки но по кнопок но по кнопка то не ну кнопка конечно не догоняет что даже сравнить двух вариантов но все равно не остается молодец такая спрашивали кого мы пускали на мясо вот последний раз от клубника ее сестра была груша она у меня сидела здесь а это три кабанчика которые остались у меня вот этот был геморройный так нормально он жив здоров они все сидят у меня говорят на гороховой норме я их не отказываю потому что уже смысла нет и так как всем даю этим всем даю норму это у нас поросная так самый нашему ахиллесику кастану страт не надо посредине клетки а потом скользко и только по убирал рано еще рано рано рановато еще и также убирал давал вам мимо дозы в это юрина клубничка самая моя такая любые приклеивенькая но хорошая такая интересно а эти трое пойдут все на на мясо вот эти трое пойдут на мясо эти две клетки освободятся и я сюда тех шесть штук груши не посажу плане чуть-чуть подтянутся и куда эти эти хорошие тоже уже такие килограмм по 120 и дальше кормить смысла нет они будут в росте стоять а только жрать да а лучше мы убрали из-за того она падала на ноги свиномарка падала на ноги и кота андрей разбирал вот именно крикливым на 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 и андрей когда разбирал задний окос вот не помню левый или правый у груши говорит суставом какие-то проблемы были вот она и падала на ноги хорошо что я ее не оставил на свиномарку типовой пускай побудет попробую еще раз сейчас такие корма сильно не покормишь поэтому думаю не буду рисковать уберу ее убрал и андуха подтвердил что правильно сделал потому что у нее была проблема суставом на заднем на задней ноге эти уже хорошие такие ну то есть нормально так что эти будем убирать троих тату постоянно мне задают вопрос где ты берешь кого вы там полите вот есть вот сейчас есть 3 а после этих эти догонят вот колбыша то а вот эти поднимутся и все и пошло другое этими петра и не знаю может оставим выводок этот рыжкин рыжкины порося за которые сейчас они заказаны а может быть смашки оставлю выводок или несколько штук оставлю на откорм ну то есть надо это вот узнать точно вот смотрите камеру я буду будет клювать камеру а ну давай я пушка я бушечка теперь я у тебя крепко тут она если на там и мясо на ней и хавает нормально не поправляется вот видите с ногой нишу вот на 1 такая а это нормальная на это не нормально и уже раздува эту ногу когда снизу хрява хрявка хрявушка вот она ходит что-то там клюет себе она может из-за этого что у нее все болит я думаю на ну на так болит и сустав он вообще раздутый сам сустав колени и сам и сама лапа тоже то есть ну даже тут обсуждать нечего но я думаю не поправляется из-за того что на 1 болит так что-то даря душка надо закрывать у нас тут ходить практически невозможно на сарае крыша тоже вся мерзла закрывать я убирал во всех и жду опороз у меня сегодня опороз должен быть я ты поцелый день наблюдая наблюдая ну а так друзья так что всем пока буду выходить на связь по возможности еще покажу хрявушку потом чуть позже вот этот вот этот терминатор этот вообще ложки маленькие обезьянка обезьяну оставим на свиномазку и оставим на свиномазку вот это она попер мама длинные а этих тех на отпор и на мясо все всем пока